Задача разложения числа на множители. Согласно основной теореме арифметики, любое натуральное число большей единицы может быть представлено как произведение простых чисел единственным способом с точностью до перестановки этих простых чисел. Существует также каноническое разложение на множители, в котором эти простые числа выстроены по возрастанию, но при этом возникают дополнительные степени, к2, n и кn. Но меня сейчас будет интересовать не совсем каноническое разложение, но все-таки я буду эти вот P1, P2 и так далее выстраивать по неубыванию, то есть по нестрогому возрастанию. Давайте рассмотрим для примера число 90 и обсудим как именно это делать. На самом деле вот эта задача разложения числа на множители, несмотря на кажущуюся простоту и такую вот школьную математичность, она на самом деле очень глубоко исследовалась, потому что она лежит в основе шифрования RSA. Да, алгоритма шифрования RSA, потому что она симптотически сложна. Существует очень большое количество экспоненциальных алгоритмов, то есть сложных алгоритмов, в которых требуется полный перебор. Но пока что нет ни одного не квантового простого способа разложить числа на множители. Мы рассмотрим самый простой полный перебор, собственно перебор возможных делителей. Вот что я должен делать, чтобы разложить это число на множители. В школе нам предлагается вот такой вот метод в столбик. Я беру и начинаю с самого простого из простых чисел, с двойки. И говорю, да, оно делится на 2, и получается у меня 45. На 2 это число больше не делится, но зато оно делится на 3. Но это было очевидно из самого начала. Здесь 4 плюс 5, 9 делится на 3. И даже больше оно будет делиться на 3 два раза. Что у меня получается? 15, 15 делится на 3, у меня получается 5, 5 делится на 5, и получается 1. Собственно, вот этот школьный алгоритм, только записанный на языке программирования, лежит в основе того, что нам нужно сделать. То есть мы будем перебирать делители, но обратите внимание, нам очень важно, чтобы мы продолжали делить, пока делится. То есть мы не переходим туда дальше, вперед, к следующему, к четверке, к пятерке и так далее. Да, и еще. Поскольку мне заранее неизвестен список простых чисел, то я буду увеличивать на единичку. То есть я на самом деле буду пытаться делить после тройки на четверку. Это не страшно. То, что я буду пытаться делить на составные числа, это не страшно. Потому что сама скорость поиска простых чисел, вот этого ряда простых чисел, на которые бы я пытался делить, она вычислительно сложная, мне не нужна. А если оно вдруг бы поделилось на составное, можно доказать, что это невозможно, потому что оно бы тогда ранее поделилось на его простой делитель этого самого составного числа. Короче, ничего страшного, нигде не выскочит у меня в этих делителях составные числа. Ну и еще раз, я сейчас степень отдельно считать не буду, то есть я просто переберу P1 и так далее, Pk, T по неубыванию, по возрастанию, не строгому. Итак, давайте посмотрим на алгоритм, который я предлагаю. Во-первых, давайте посмотрим на то, как это, с моей точки зрения, должно использоваться. То есть конечный код, он должен выглядеть вот так. То есть я считываю число и запускаю функцию распечатки множителей. И это очень удобно, когда вы оформляете какую-то отдельную алгоритмическую составляющую программного кода в отдельную функцию. У этой функции, кстати, очень есть интересная особенность. Это тип возвращаемого значения. Ведь она ничего не должна возвращать. У меня нет чего-то, чтобы я сюда присваивал Y равно. Но она ничего не должна возвращать. Она просто печатает и все. Понимаете? А значит, она void, пустая. Итак, давайте перейдем к ее содержимому. Ну, во-первых, я пишу number factors. Прошу прощения, это лишнее. И начинаю перебирать делители. Divisor равно 2. Дальше. Я вот этот самый X буду портить. Я его буду портить. То есть я его буду каждый раз делить на этот самый Divisor. То есть ровно практически как на доске. Вот число там я ниже, правда, там пишется, там не зачеркивается. А здесь я прямо в X это делаю. И далее что я делаю? Я, обратите внимание, делаю вложенный цикл while. То есть я говорю глобально, но пока X не станет равным единице. Но я продолжаю делить на данный текущий делитель до тех пор, пока остаток пределения на него равен нулю. Если равен нулю, то я, во-первых, этот делитель печатаю. Во-вторых, у X этот делитель убираю. Деляю его нацело. Ну, а если уж цикл закончился, то это значит, что X на этот текущий делитель уже перестало делиться. Ну, или не делилось еще ни разу. Мы его просто увеличиваем. Ну, и в конце я печатаю один раз перевод каретки. Все! Давайте запустим и проверим, что это дело работает. Ну, например, то же самое число 90. Пожалуйста, 2, 3, 3, 5. Ну, можно теперь побаловаться, ввести какое-нибудь большое число. Не знаю, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ну, и вот видите, что этого числа всего лишь 2 делителя. Вот, очень забавно. Ну, и давайте еще какое-нибудь число. Например, 1001 у него тоже красивые и простые делители. 7, 11, 13. Ну, и давайте какой-нибудь еще частный случай, типа там 1024, чтобы там были только степени двойки. Аккуратно пересчитаем, что их здесь действительно 10 штук. Ну, все. Изучайте алгоритм. Его можно модифицировать. А-а-а! Один важный момент. Простой, но важный. Вот вложенные циклы. Но эта конкретная программа может быть написана и без вложенных циклов. Посмотрите. Я могу зацикливаться по одному тому циклу. И сделать вот так вот. Если у меня делится, ну, поделить тогда. Но в этом случае получится, что я делитель использую только один раз. То есть, если я поделил, например, 90 на 3, то второй раз на 3 делить не буду. И буду перескакивать сразу на 4. Это будет неправильно. Получится очень плохо. Но я могу взять и кинуть вот эту штуку в else. То есть, увеличение делителя. В результате у меня вот этот кусочек кода, он будет зацикливаться. Да, вот этот вот кусочек кода. Он будет зацикливаться до тех пор, пока делится. А как только не делится, тогда будет наступать увеличение делителя. И дальше будет гоняться. Короче. Так это дело тоже работает. Но давайте одна демонстрация. И на этом все. Переходите, пожалуйста, к следующему видео.